Лунное море долго служило границей между владениями эльфов на юге и зловещими землями Райда и землями Тар, домом для драконов, великанов и множества племен Огров. Глубокое море — прекрасная защита от налетчиков. Пока завоеватели двигались в обход, они успевали завязнуть в тех землях, где впоследствии образовались города Юлаш, Зентильская твердыня и Хилсфар. Первым настоящим поселением в этих краях стал город Нордкип. Великолепная крепость, форпост цивилизации и плацдарм для торговли с северными дварфами, не только из статиомара, но и из холодных земель, которые обменивали изделия из металла на столь нужную им магию. В конце концов Нордки показался затопленным холодными водами Лунного моря под воздействием нечеловеческих сил. Так люди потерпели одно из многочисленных поражений в этих краях. Подобная судьба была типична для человеческих поселений в окрестностях Лунного моря. В течение нескольких лет они процветали, как правило, благодаря огромному упорству колонистов и военной силе. Но затем сдавались под напором гоблинов, орков, драконов, созерцателей или великанов. Флан пал, но поднялся вновь. Юлаш ныне руины, на месте преуспевающего города, каким он был десятилетия назад. От Хулбурга и Суласприна остались одни названия. Каждый из городов Лунного моря, похоже, в свой черед проходит стадию почти полного вымирания, однако рано или поздно возрождается. Именно поэтому, скорее всего, здесь выживают и даже благоденствуют только сильнейшие и самые суровые представители человеческого рода. Величайшие города этих земель Хилсфар, Молмастер и неприступная Зентильская твердыня управляются жестокими и злобными деспотами, держащими подданных в ежовых рукавицах. Жители менее значимых городов Эльфийского древа, Флана и Тентии не так привержены злу, но они упрямы и независимы вплоть до хаотичности. Окрестности Лунного моря и по сей день служат границей человеческих владений, и эта особенность оставила глубокий след в менталитете жителей. Субтитры создавал DimaTorzok